Президент Даля Грибоскайте в Рим улетела уже сегодня. В столицу Италии в эти дни съезжаются все лидеры Евросоюза. Город превратился в неприступную крепость. Остановлено авиасообщение. А по окраинам, тропами в Вечный Город, стекались антиглобалисты, которые обещали уже завтра массовые акции протеста и демонстрации. На юбилее ЕС не будет только премьера Великобритании. Тереза Мэй вовсю готовится запустить механизм Брэкзита – выхода Соединенного Королевства из ЕС. Даля Грибоскайте надеется, что развод будет мирным. Соединенное Королевство останется нашим партнером. Оно никогда не станет нашим врагом. Мы найдем способ, как мирно и подружески разойтись, чтобы это было выгодно обеим сторонам. Это союз, куда страны приходят добровольно. Никто никуда никого насильно не загоняет. Что касается будущего союза в принципе, то и тут настрой главы страны вполне оптимистический. Кризис – это всегда шанс встряхнуться, сделать выводы и стать еще успешнее. Вызовы и сложности были всегда. И всегда Европе удавалось их преодолеть. И Европа после этого становилась все больше. А в Евросоюз стремилось все больше стран. И все больше стран могли обеспечить достойную жизнь для своих граждан. Впрочем, это не отменяет главный вопрос председателя Еврокомиссии Жанна Клода Юнкера, который, представляя недавно пять сценариев развития ЕС, не исключил и самый пессимистичный – полную дезинтеграцию. А каким путем решат идти лидеры Евросоюза, станет понятно уже на этих выходных. Денис Тарасенко, Первый Балтийский канал.